Добрый день уважаемые коллеги! Мы начинаем работу нашего очередного ученого совета Академии. Квора у нас имеется, поэтому есть предложение начать работу. Нет возражений? Возражений нет. Давайте я нормально проголосую. Кто за то, что вы начнете работу, прошу голосовать. Спасибо. Против вынуждавшихся принимаем. Я хотел бы попросить вас начать наше сегодняшнее заседание с некоторой торжественной части, которую мы хотели бы посвятить и приурочить к юбилею нашей именинницы, юбиляра, уважаемого человека, Надежды Николаевны Личининовой. Нет возражений? Нет. К чему мы пришли к юбилею? С каким багажом? Вот этих событий, которые сопутствовали этому юбилею, я попросил бы сегодня рассказать и кратко проинформировать нас, Василия Григорьевича Васина, заведующего картера Стеневодской селекции. Семья Григорьевича Васина, заведующего картера Стеневодской селекции. Семья Григорьевича Васина, заведующего картера Стеневодской селекции. В это время шло строительство деломого канала, крепких мужиков и, видимо, не очень угодных при коллективизации, в первую очередь, управляли туда. Его тоже отправили. Из всех, кого отправлялись туда, вернулся живой командир. Училась она только на отлично. И всегда, когда он, как все христианские мужики, несколько отбивал, он всегда говорил, моя Надька лучше всех, моя Надька лучше всех. Она окончила школу, а дальше куда? Самое ближнее учебное заведение – это Кенчеркасский термин, где она в 1931 году поступила и в 1943 году его закончила с отличием. Отец не дождался окончания ее в техникуме. Он умер. Он умер в тюрьме. Он жил с женщиной, сын которой отвозил зерно Кенчеркассы. И его заподозрили в том, что он воровал зерно, а по существу это были сметки от куртона. Его забрали в милицию Кенчеркассы. Отец пошел разбираться. Ну, оба, не важно здесь. В 1943 году Надежда Николаевна закончила техникум. И вот она стала работать агрономом в корпусе и памятнике Кенчеркассского района. Два года она отработала агрономом. А затем она приехала сюда в октябре месяца 1943 года. Зашла к директору и тогда к заучу. К заучу зашла и говорит, вот так и так я хочу учиться. Он говорит, ну все, набор закончился. Вот. Откуда ты взялась? Мы бы взяли тебя. Она, да я вот работал агрономом. Как агроном? Ты такая маленькая, худенькая, да? Вот отработал агрономом. Да мы бы тебя взяли, селить некуда. Она говорит, ну у меня подруга здесь учится. Мы с ней будем вместе спать. Время военное она вспоминает только одним. Спасла чеченщик, похлебка на станции, где они работали все лето. Ей, конечно, как сироте, крупный сироте, помогали чем можно. Отрез на платье, туфли, что-то еще. И вот она в 1947 году, заканчивая институт, вот с подругами, они перед самым окончанием института. Надежда Николаевна, в том числе, в 70-м, во втором корпусе. Все заметьте, вы знаете, в аренду один проходили во втором корпусе, а здесь были другие помещения, военные помещения. А затем ее, как очень хорошего студента, выпускника, Николай Семенович приглашает к себе работать в группу про советную культуру, где она отработала добросовестнейшим образом. 7 лет. Есть у нее и два сорта, кемирские 24-32 и 32-21. Один из самых жаростойких сортов, разновидность помвы. Это вообще характеристик. Здесь Надежда Николаевна, вы видите, вместе с директором дневнической институционной станции «Якшун» Павлович Павлович Павлович, заместитель Павлович Павлович. Горболин Николаевич длительное время работал вместе с Надеждой Николаевной, он был ассистентом кафедры растеневодства. Это милый, добрый человек, вот вместе мы поселим спросом. А здесь Надежда Николаевна вместе со своим научным руководителем, она поступила в эспирантуру к профессору Сазанову, знаете, в это время, он заведовал кафедр растеневодства и селекции. И в 1957 году она, это вот хозяйство, она защищает кандидатскую диссертацию по суданской территории. В это время суданки в области не было. Она много занималась внутренней деятельностью. Многие забывали, как ее зовут, просто говорили, суданка приехала, суданка приехала. Это было по существу любовное имя для Надежды Николаевны. И самое удивительное заключается в том, что когда она повезла кандидатскую диссертацию в Воронеж, значит, ее не взяли и сказали, с этого года обязательно должны быть публикации. Тогда она выпускает брошюр, статьи, после этого, вот с тех пор кандидатской диссертации только с публикацией. Здесь, видите, вот она вместе со своим учительом Сазановым Виктором Ивановичем, ну, Герман Васильевич Фомин, Субботина и Надежда Николаевна вместе с ним на поле 42-го года. А это 61-й год, это коллектив кафедра селеводства. Многих из них вы уже знаете, многих уже нет в живых. Вот, Розда Михайлович, Александр Федорович Милюткин, Сумуев Рафаилович, Щебраев Николаевич, здесь вот, на полях Надежда Николаевна, грандирует чина. Один из первых учеников, замечательных учеников Алексеев Рафаилович Пирогов вместе с ним готовил материал по докторской диссертации, впоследствии он был директором церкви Сомыча, церкви, но не успешены. Вот, Надежда Николаевна собирает материал экспериментальный, это самый распространенный транспорт в отворении. Защитила докторскую диссертацию в 1973 году в Саратовском сельскохозяйственном институте по системе зеленого конвейера. И вот с тех пор началась работа, широкомасштабная работа Надежды Николаевны по этой проблеме. Это очередной оценка очередного посева, опытного посева кафедры стильводства, где Надежда Николаевна объясняет. Мы с коллегами здесь вот посева, груза, пенесои. Вот это ребята, уже те, которые учились после меня вместе с Надежды Николаевны. А вот этот мужчина, Федор Титоч, он у нас мотыги точил, косо отбивал. Это руки-ноги, технические руки-ноги всех опытов. Очень требовательный преподаватель Надежда Николаевна принимает экзамен. И я помню, что когда был такой студент Лобицкий, он получил тройку Надежды Николаевны, вышел из 311-го аудитории так хлопнув дверью, что у нее слетели очки с носа. Потому что тройка про растеневодство было почти преступлением для студента. В основном учились на 4-5. Встреча с выпускников. Надежда Николаевна, конечно, всегда в коллективе. Вот видите, она вместе с М. Рафаиловичем. А это выпускники в 1948 году. В 1973 году она становится Заветовичем Катерем. До этого 4 года работал Заветовичем М. Юткин. А потом в 1973-1977 году М. Юткин. А с 1977 года Надежда Николаевна стала Заветовичем Катерем. Работал Заветовичем Катерем в 15 лет. Это вот открывается памятник Константинову. Центр, конечно, Надежда Николаевна. Увидите, здесь все. Это уже работа в поле с ресторанами. Среди них вот Гурлак Владимир Александрович, доктор Новый Константин Геннадий Михайлович, Панарин и многие другие. В общем, все, все производства. Например, вот Перекут, Молодой, Звановый, Городный, 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 Городный. Многие те, кто работали у нас, они могут на жизнь и на жизнь. Равнил, наверное, по-моему, учебные практики, но понятно, конечно, анализированные, представления растений, так далее, и так далее. Виктор Заветович, конечно, выезжал на основе Северного Пресвещания сигналы в Российском Федеральном Казахстане. В 81-м году год уже обновился прийти в кафедры, в центры, конечно, Надежда Николаевна, Санкт-Петербург, 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 и Дваньи со своими скорами. Всего Надежда Николаевна, ну, многих вы знаете, за исключением, может быть, Казахова, Олега, Ичуденко, Сергей, значит, остальные здесь известные люди. Всего она подготовила лично 22 кандидата человек родовик который который был уважаемых посел поселки никогда жизни он не позволял себе плохо или грубо сказать здесь вот почетное название диссеркционный совет начало работы диссеркционный совет он сделал с шестого года начал работа 97 диссеркционный совет ну к сожалению здесь тоже идею вот это выпуск анталии михайловны она учила их поэтому они ее пригласили на все все диссеркционный совет 2002 году это фотографии сразу после защиты и васильевича диссеркционный совет был у нас в таком большом составе в 2003 году мы за первое издание книги арестироваться получили губернатор опытной поле кафедра снялся члены диссеркционного совета мировозможность в этом году познакомиться с нашим стационаром в 2006 году мы в очередной раз представляли свой экспериментальный материал и дальше министр сельского хозяйства румянство и самоседович нам за эту работу красный мир сейчас это мир до сих пор у нас работой работой то что вы видели в этом году на боли отчет представлен два опыта в отчет мы не включили пока еще только пробные опыты общий объем 640 страниц то есть исследование продолжается те исследования которые начали надежды не говорили они продолжаются в 2007 году вот так выглядел коллектив кафедра снялся так и не случайно кафедра снялся благодаря тому что надежды задавал вот этот тон работы это она традиционно занимает первую сад кафедра а вот в 2007 году мы объезжали юбилей 30-летие юбилей школы коронавейков всего школа коронавейков ну если посчитать через 2 года мы будем отмечать через 3 года мы будем отмечать 40-летие подготовлено около 42 кандидатов наук и 7 докторов наук подготовлены школой коронавейков однажды на совещании проекта возник вопрос что же такое научная школа когда я рассказал что вот такая школа существует ну в общем-то все согласились по существу научная школа есть и она работает теперь не главное на праздник 5 мая поэтому позвольте еще раз всех души поздравить наверняка